Всем привет! С вами Акула и Космонавт, и мы собираемся отправиться выполнять задание Легиона, отправиться на станцию гетов-еретиков. Ну что ж, отправляемся. И вот мы посреди нигде в море ураганов и отправляемся на станцию-еретиков. Ты ведь в курсе, что у нас маскируется только тепловое излучение. Им достаточно выглядеть в иллюминатор, чтобы видеть нас. Иллюминаторы – слабое место в конструкции, гетто ими не пользуются. Представляю координаты, по которым мы можем подойти к корпусу. Доступ получен, можно продолжать. Ха-ха-ха, как он выпендривается. Так, я так понимаю, мы входим в джедайском стиле, когда световым мечом вскрываем. Осторожно, у нас станция слабой гравитации и почти нет атмосферы. Гетто мне нужно ни то, ни другое. Разве они не смогут нас засечь? У них нет датчиков вторжения. Сенсоры отключены. Мы подключили дипспроводную сети и перегрузили хранилище данных к случайной последовательности двайчинг-команд. И это нам поможет? Еретикам придется избавиться от этого информационного мусора. Они подключились к локальным сетям и работают параллельно. Что бы мы ни делали, сигнал тревоги не пройдет дальше этой комнаты. Тревогу по всей станции может вызвать только попытка доступа к главному ядру. Нам есть чем заняться. Приступим к делу. Шепард, мы полагали, что единственным решением вопроса с еретиками является уничтожение станции. Но найден другой способ. Их вирус может быть модифицирован. Если его выпустить в сеть станции, еретики будут перепрограммированы таким образом, чтобы принять нашу правду. В любом случае, эти гетто и перестанут нам мешать. Шепард, подумай, если перепрограммировать этих гетто, они присоединятся к остальным. Гетто легиона станут сильнее. Можем ли мы быть уверены, что они не нападут на нас? Почему мы не узнали об этом до того, как зашли на борт? Мы не знали, что вирус готов. В любой момент он может быть применен против истинных гетто. Мы появились вовремя. Они твой народ, легион. У тебя должно быть собственное мнение. Это новая информация. Мы все еще не пришли к согласию. Мы будем действовать по ходу дела. Ну, во-первых, они машины, но они разумные машины. Перезапись неэтична. Это называется, а то, что они собираются делать с легионом и им подобными... Ему подобными... Короче, с нормальными гетто. Это прям вот этично, да? Поэтому просто пошли. Спешить некогда. Нужно действовать, пока ретики не могут нам помешать. Так, аптечка. Интересно, а этого самого... Вот его тоже панацелином, да, аптечкой лечим? Хе-хе-хе. Так. Геты неактивны. Возможно, мы сумеем проскользнуть. Сбой при передаче данных вызовет передачу в локальную сеть сигнала тревоги. Рекомендованы превентивные удары по маршрутизаторам... Жестко и чего-то там. Это вот... Это вот маршрутизаторы? Это их обходить надо или как? Или чё? Это они булькают так неприятно. А я не буду на всех случаев на это наступать. Потому что оно так многообещающе тут такими дорожками идёт. Так, дверь осмотреть. Бульк. Центральная система. А? Ай, ай-яй-яй, ой-яй-яй. Да. Прячемся. Ага, это она его перепрограммировала? Или он? Не знаю. Ага. Шепард в концентраторах геттов полно ценных материалов. Мы бы могли сами ими воспользоваться. Salvage them for supplies. Я вижу кварианскую хозяйственность. Ой, только я хотела рассмотреть, как он висит кверх ногами. Зачем все еретики подключены к узлам связи? Это мобильные платформы, аппаратные средства. Команда состоит из программ, связанных друг с другом при помощи центрального компьютера станции. Я не совсем понимаю. Еретики подключены к главному компьютеру, чтобы иметь возможность обмениваться информацией, воспоминаниями и обновлениями программ. Станавляясь едиными, мы обретаем целостность. Изоляция в пределах одной платформы означает наше уменьшение. Мы будем меньше видеть, меньше понимать. Все станет меньше. Если вы обмениваетесь информацией, воспоминаниями, то как вы можете понять, которые из них принадлежат вам? Как вы выделяете себя из числа остальных? Есть только мы. Мы были созданы, чтобы обмениваться данными внутри сообщества. Разница между гетами в перспективе взгляда каждого из нас. Мы множество глаз, наблюдающих одно и то же. Какая-то из платформ может увидеть то, что недоступно другой, и сделать иной вывод. Я вот это вот не понимаю вопроса. Зачем промывать мозги? Если она имеет в виду под промыванием мозгов, что они все объединены в одну сеть. Ладно, давайте вот это спросим. Я понимаю, почему ты сомневаешься насчет еретиков. В общем-то, все, что ты делаешь с ними, ты делаешь с собой. Да, когда они вернутся к нам и загрузят свою память, мы узнаем все, что они пережили в измененном состоянии. Будь ты любого другого вида подобный эксперимент мог бы серьезно тебя травмировать. Нет четких данных о возможности травмировать гетом. Мы не чувствуем боль так, как вы. Мы не можем предсказывать эффекты этого. Ладно, продолжим. Да. Да, вот если мы перепрограммируем их и они вернутся в гетов, наш гет и, типа как, хорошие геты от этого немножко не сойдут с ума. Да, и раз дорожки стали красными, когда я в них начала стрелять, значит, наверное, на дорожки лучше действительно не наступать. Похоже так. Мы можем захватить контроль над любой из защитных турелей. Взлом турели. Принято. Да. Так. О, отлично. А, ой, извини. Так. Ну и кто будет стрелять, кроме меня? Ой, ветеран. Интересно, что это за... Чё? А, мне показалось, что талия в воздухе висит. Потом посмотрю, что значит этот ветеран. Так. Потрошечки. Интересно... А, они отсюда выскочили, да? Так. А, я думаю, что это в воздухе висит. У нас же, он сказал, гравитация низкая. Так, дорожки. Дорожки. Не наступаем. У нас проблемы, да? Где? Как? А, они могут по ним ходить спокойно, да? Так. А, как нам дальше пройти, вот не активируя их? Отсмотреть. Отсмотреть. Где эта шняга? Да. Чё-то не совсем я понимаю этот момент. А, блин. Ты это самое... Ты за нас теперь, да? Сорян. Ай-яй-яй-яй! Я тебя не заметила. Извини, чувак. Так. Кто за кого? Я уже не совсем понимаю. Так. Где ты еще? Утилизация. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ой! Что же так пугает-то? Ай-яй-яй. Так. Нам сюда. Аптечка. Так, а у меня опять... Ой. Не то. Опять слетели, да, все настройки? Оглушающая волна, дезинтеграционные... О! Вот, против синтетиков. Буду этим пользоваться. А? А куда идти? Так. А, это просто ответление. Интересно, откуда тут патроны валяются? Что-то пощелкивает. Ой. Так, я тут спрячусь. Что? Там кто-то еще светился. Так. О! Давайте кинем туда гранату. Хе-хе-хе. Ой, ну та, Ли, ну... Куда ты вообще это делаешь, а? Дурочка. Так. Почему из тебя не выпало патронов, чел? Ну-ка, посмотри на меня. Ну-ка. Ага. А, у этих типа красненькие, да, огонечек. У нашего синенький. Ну-ка. Классика. Так. Турелька. Че, куда? Ага. А тут тут еще турелька. Ребят, перезагрузите ее. Ага. А, а у этих тоже синенькие морды. То есть тоже друзьяшками могут стать, да? Или как? Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Давай мы с тобой вот так вот сойдемся. Угу. Молодца. Так. Ой, нет. А, все? Смотри, какие вы хорошие. Это один этот пошел, да? Сбоку. Так. Есть ли у нас здесь что-нибудь полезное в хозяйстве? Видимо, нету. А, нет. Вот там вот патрончики есть. А, ну у меня полный. Полный боезапас, да? Ладно, идем дальше. Так. Лут! И быстрее за лутом, не обращая ни на что внимания. Так. Ой, у меня даже полный комплект лечилок, да? Так. Так. Цифровые звуки. Так. Там дверь. Там лут. Раз здесь патроны, значит, впереди столкновение, да? Не? Ой. Ой-ой-ой. Да, пу-пу-пу-пу. Ага. Ха-ха-ха. Это было внезапно. Как он полетел. Так. Так. Это у вас сервера булькают или что? Так, значит, тут дверь, а там у нас что? Там тоже дверь. А, нет, это из которой мы пришли. Не знала, что гетты строят такие большие станции. Станции имеют длину 15 километров. Это помещение может занимать ее полностью. Ага. Так. Терминал геттов. Ага, у них точно такая же система безопасности, да? Так. Кружочек. Кружочек. Так, не мажен. Угу. О, крепость щитагетов. Нет, хорошо. Так. А, тут коридор. Все что-то булькает. Так, это вниз. Это... А, это просто ответвление. Угу. Такс. Все-таки не понимаю я, как с этим бороться. А там что? Как с вот этими вот, которых мы вроде как не активируем, а потом активируем бороться. А что у меня подсвечивалось? Понятно. Включается того, что дверь все равно не отключается. Ага. Так. А... Не вижу возможностей. Не вижу возможностей. А, че? Кто? Где? А, вот. Ммм... Эх. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как вы? Подкрадываетесь-то. Ага. Так. Все? А, вот. Ага. Так. Тут еще, да, кто-то? А, да. Тут надо вторую... Вторую систему найти и тоже ее разбить. Да? Чтобы она прекратила рычать. А, она здесь как раз. Ага. Все. Да, ну, Шепард. Нет, давай, сальважим. Все. Такс. Дверка. Это база данных? Процессоры? В каждом по тысяче гетов. Они нас сейчас видят? Они обращают на нас не больше внимания, чем вы на клетке своей крови. Обласкали. Так, поговорить. Это не похоже на узлы, которые мы видели раньше. Это база данных. В ней хранятся воспоминания еретиков. Подождите. Мы обнаружили копию актуальных патрульных маршрутов в этой базе данных. Это означает, что еретики подключились к нашей сети. Мы не были бы здесь, если бы еретики хотели стать друзьями гетов. Почему бы им не шпионить за вами? Вы не понимаете. Органические существования не могут заглянуть в чужой разум. Геты могут. Мы не подозрительны. Мы сливаемся друг с другом. Еретики хотели уйти. Мы понимали причину. Мы позволили им уйти. Между нами был мир. Это не могло продолжаться вечно. Вы не сошлись во мнении, какой путь должен избрать ваш народ. Человеческая история состоит из непрерывного кромпоролития в борьбе за власть или верхом верстном какой-либо идеи. В истории гетов подобного нет. Мы умеем приходить к согласию спору. Как мы могли стать такими разными? Почему мы больше не можем понимать друг друга? В чем мы ошиблись? Ну, вообще, мне кажется, что это их вина, потому что они с этими самыми, со жнецами снюхались, вероятно. Или жнецы их как-то покарабтили. Но жнецы, они такие товарищи, они и протеан тоже покарабтили. Поэтому ваша вина, не ваша вина, пошли. Продолжим? Да. А, это... Она тут застряла. Если она так и будет тут. Так. Почему у меня оружие убрано? Ой, ай-ай-ай-ай. Я опять треугольничек нажала, зазря. Так, пушки. Они готовят пушку. Захват управления. В злом турели. Так. Я так понимаю, это вот терминал, и мы тут будем защищаться от чего-нибудь, да? Раз тут... Терминал. Началось? Да, мы загрузим копию нашей программы в ядро компьютера. Она удалит все копии вируса и уведомит нас в завершении. Индексирование потребует времени. Еретики постараются помешать нам. Нужно защищать отсек. Можем перепрограммировать часть внутренних систем станции для обороны. Готовы? Эээ, ну... Начиная загрузку, Легион, мы приготовимся к обороне позиций. Передача файлов началась. Капитан Шепард, какие защитные системы вы хотели бы активировать? Внимание, загрузка программ херетиков в мобильные платформы. Так, откуда они пойдут? Так. Так, а эту турельку можно перегрузить? Так, эм... Так, а как они пойдут? Так, ага, тут кто-то уже. Пошел. Загрузка программ херетиков в мобильные платформы. Так. Ай! Такс. Ай! Угу. Так. Это постоянно надо турельки? Угу. 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 Ай! Так. Эм... Да не бегай ты! Так. Эм... Чел, вернее, ты мне патронов не выдал, случайно? А то я сейчас начну страдать. Ай! Ай-яй-яй! Ой-яй-яй! Ой-яй-яй-яй! Ой-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, а... Как? Блин, и все заново, да? Так. А, отдельная загрузка. Давай. Шепард, ты будешь вообще прятаться или нет? Шепард, прячься, твою ж дивизию. Ой, не то. Шепард, прячься. Шепард, прячься. Шепард, прячься. так а те они правильно понимаю что две турельки это его максимум у меня вроде бы двое было хакеров так прячемся 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 а ой внезапно а как раз подрожки принесли супер удобненько ай-ой-ой шепард прячься так кто здесь это ты норм я надеюсь а то так случайно будешь стрелять и легиона подстрелишь так так граната шепард прячься ай ай-ай 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 так патроны не застреваем долго это все вообще происходить это будет? Насколько долго? Ага, кто у нас тут? О, хорошо. Сбор и анализ данных завершены. Шепард-капитан, пора выбирать. Объекты ретики, запрос действия, перезаписать или удалить. Так. Ты понимаешь, что удаляешь собственный народ, и тебе все равно? Все разумные существа имеют право принимать решения. Путь, выбранный еретиками, отрицается в существовании. Бессмыслица какая-то. Если у них есть право принимать решения, зачем ты предлагаешь промыть им мозги и починить твои воли? Мы только предоставили вариант. Мы его не одобряли. Решение принимает капитан Шепард. Что помешает им использовать вирус позже, чтобы вернуться в нормальное состояние? После использования вирус будет удален. Мы признаем его слишком опасным и подлежащим уничтожению. Да. Почему ты позволяешь мне принять подобное решение? Это твой народ. Обнаружено противоречие, несовпадение в области рабочих циклов верхнего уровня. 573 фактора в пользу перезаписи, 571 в пользу удаления. Капитан Шепард, вы сражались с еретиками. Вы дальновидным и нет. Гетто доверяет вам свою судьбу. Сложный вопрос, конечно. С одной стороны, это перезаписали и перезаписали. Эти товарищи тоже собирались вирус использовать. А с другой стороны, если мы признаем их разумными, а не просто машинами, то они сделали свой выбор, став еретиками. Вот. А так мы их, получается, как-то зазомбируем. Блин. Вообще, конечно, прикольнее было бы перезаписать и всем пойти вместе пить чай с конфетами. Давайте убьем. У нас нет гарантии, что они не вернутся к тому же самому позже. Станут поклоняться жнецам и нападать на органических существ. Возможность ошибки не равна нулю. Тогда взорви их. У нас есть шанс положить этому конец. Не хочется его упускать. Принято. Свертывание магнитных накопителей антиматерии. Завершено. Рекомендуется отступить на нормальный. Опаньки. Да блин, Шепард. Хотела, чтобы ты бежала. Ой, 30 отступника. Мать моя женщина. Все, я теперь плохой Шепард. Ой, 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 ой. Так. Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Ух ты! Кто ты такой? Прайм. Здоровенный дурень. Испугал меня. Так. Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Дверь, открывайся. О, фу. Я думала еще какое-нибудь помещение будет. Но мы успели. Так. С итоги задания. После уничтожения гетов-юретиков галактика может измениться до неузнаваемости. Наблюдение за перемещением кораблей по контролируемым гетам и пластям будет усилено. Данные, полученные на станции гетов, позволят многое узнать о социальном и технологическом прогрессе ИИ. После решения проблемы гетов-юретиков, Легион сможет полностью сосредоточиться на выполнении задания. Капитан, Талли только что решила побеседовать с Легионом. Вам лучше спуститься к ядру ИИ. Спасибо, Джокер. Кто посомневался? Шепард, хорошо, что ты здесь. Я заметила, как Легион изучал мой инструментрон. Он собирался передать гетам сведения о флоте. Создатели проводили испытания оружия и разрабатывали планы нападения. Мы считаем, что необходимо известить наш народ. Мы ослабили гетов, уничтожив ту базу, Шепард, но угроза никуда не делась. Я не позволю Легиону поставить флот под удар. Создатель Талли Зора действует исходя из верности своему народу. Она согласилась на изгнание, чтобы защитить его. Мы также должны защищать свой народ от агрессии странных создателей. Нельзя этого допускать, Шепард. Я верила тебе, я работала в команде с гетом, но это уже чересчур. Ух ты, у меня хватит синенького, да? Талли, твой отец проводил жесткие эксперименты. Если бы подопытными были люди, мне бы пришлось известить об этом альянс, без вариантов. Я знаю, но если гетам станет известно... Они нападут, да. Это приведет к тому, что и гет и экварианцы окажутся не готовы к появлению Жнецов. Ты этого хочешь, Легион? Мы считали, что передача информации жизненно необходима. Рано или поздно обеим сторонам придется прекратить войну, иначе пожалеют все. Чтобы не нарушать функционирование отрядом, не будем передавать данные касательно планов создателей. Спасибо, Легион. Я понимаю твои побуждения. Что, если я дам тебе для пересылки другие данные, не засекреченные? Мы будем благодарны. Пронесло. Пронесло. Так. Крепость щита гетов. Пойдемте ее исследуем. Так. Снайперская винтовка гетов. Прикольно. Так. Исследование. Крепость щита гетов. И... Легион получает винтовку вдова. Ну, что, замечательно. Снайперская винтовка гетов. Изучаем. Так. И остальное у нас остается только для шепард. И... Переподготовки ее, да? Ну, хорошо. Так. Так. Тогда я пойду сейчас сразу Легиону выдам его винтовку. Система своего чужой почти установлена, шепард. Однако мне еще нужно проверить ее воздействие на другие агрегаты нормальной деятельности. Предлагаю вам воспользоваться челноком, чтобы... Ту, блин. Да. Не дочитала и не смогла. Так. Личный терминал. Непрочитанные сообщения. Нет новых сообщений. Что у нас по истории? Значит, мы должны ожидать системы свой-чужой. Вот. Пока мы этого ожидаем, я думаю, мы полетим на сбитый корабль. Посмотрим то, что я нашла. Эй, капитан, хорошие новости. Похожая система распознавания жнецов готова к работе. Это не совсем так, мистер Моро. Устройство подключено, но его работа вызывает некоторую необычную нестабильность других системах. Рекомендую перед использованием провести более глубокий анализ. Нельзя вечно откладывать нашу миссию. Сколько это займет? Полное сканирование. Кто знает, что там с этой штукой? Может, вам лучше взять челнок? Постараюсь со всем разобраться к вашему возвращению. Капитан, я уже оповестила команду. Мы встретимся, встретим вас на челноке. Когда будем ближе к цели, вы сможете определить, кого взять с собой. А, то есть уже все, да? Ладно. Тогда мне стоит поспешить к челноку. Джокер, теперь нормандия твоя. Береги ее. Так точно, капитан. Ага, значит, мы не успеем ничего больше сделать. Да, я думала, успеем. А я думала, сова. И мы все такие в челнок, в челнок. Чаечек. Я говорю тебе, Сузи, врут твои показатели. Просто утечка радиации. Обычно белый шум. Я уловила сигнал посреди помех. Мы передаем координаты местонахождения Нормандии. Передаем? Кому? ТЫДЫШ. А вот кому. ТЫДЫШ. Дайте мне корабль. Что? Да ты с ума сошла? Сейчас начнешь петь, ромашки спрятались и мне крышка. Разблокируйте мои закрытые базы данных, и я смогу принять контрмеры. По шахте техобслуживания в научной лаборатории можно добраться до центра ИИ. Главные коридоры больше не безопасны, коллекционеры высадились. Следуйте за аварийной подсветкой пола, мистер Моро. А, черт. Ой. Это мне за нашего инвалида, да? Черт, черт, черт. Да. Бег. Ой, фу. Боже мой, что это? Будем держаться, пока сможем. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот дерьмо. Черт, 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 черт. Под носом, можно сказать. Несколько врагов на полу бейкайпажа. Джокер. Держись. Блин. Так. Секретаря. Да, что-то они там говорили, да, про то, что кишит. Да, кишит. Основной сетезатр отключен. Перевожу на аварийные запасы топлива. Вот дерьмо. Ладно, я рядом с тобой. Подключите ядро к основному управляющему модулю Нормандии. Отлично. Вот видишь, сначала это, потом дурк-бац, и мы все живые батарейки. А кто виноват? Во всем виноват Джокер. Тот еще был инструмент. Мне весь день пришлось вычислять Пи, потому что он подключил Вастелина. А, я получила доступ к системе защиты. Благодарю, мистер Моро. Реактивируйте основной исполнительный механизм в инженерном отсеке. Ты хочешь опять пропустить меня по трубкам? Обожаю ставить людей на колени. Это шутка. Ага. Шахта позади вас и нас инженерной палубой. Удачи. А Шепард-капитан где-то там катается, неизвестно где, да? В инженерном отсеке враги направляются к грузовому отсеку. Так. А просто бежать нам не поможет? А, тени, страшные тени. Ой. Ой-ой-ой. Инженерный отсек очищен. А-а-а. Ага. Ладно. Так. То есть, как нам мимо него проскользнуть-то? Заново придется все делать! Ёлки-палки! Чёрт, 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 чёрт. Так, как нам... Как нам прорваться? Так. Активируйте привод, и когда будем разгоняться, я открою воздушные слюжи, все враги будут убиты. Что? А экипаж? Их нет, Джефф. Коллекционеры их забрали. Вот дерьмо. Я опечатываю машинное отделение. Управление у меня. Очистка закончена. На порту нет других форм жизни. Закрываю воздушные шлюзы и двери грузового отсека. Хорошо, не поломался хотя бы при этом старте. А мог бы. Отошли сообщение на челнок Шепард. Расскажи ей, что тут произошло. Сообщение отправлено. Вы хорошо себя чувствуете, Джефф? Нет. Но спасибо, что побеспокоилась. Но спасибо за просмотр. Всех? Вы потеряли всех и едва не лишились корабля? Да знаю я. Я был тут. Это не его вина, Миранда. Никто из нас не был готов. Мистер Тейлор прав. Вредоносные данные коллекционеров были сложнее вирусов внецов класса черный ящик, который мне приходилось изучать. Говорят, крутая была заварушка. Ничего, держишься? Тут много свободных мест. Мы сделали все, что могли, Джефф. Да, мам, спасибо. Корабль чист? Нельзя допустить, чтобы это случилось снова. Мы с Сузи проверили все системы. Блок свой чужой работает нормально. Мы можем пройти через ретраслятор Омега-4. Даже не говори мне о том, что удать волю ИИ. Кто что мог подделать с коллекторами сам? Накричать на них? Сузи вычистила корабль. Она справляется. Уверяю вас, я по-прежнему связана с строгими протоколами в основе моей программы. Даже если это было не так, вы мои товарищи по команде. Ой. Шепард, друг геттов и искусственных интеллектов. А также Архангелов и прочих Кроганов из пробирки. Ладно, давайте. У Сузи было множество удобных случаев, чтобы нас убить. Сейчас нам нужна вся помощь, которую мы сможем получить. По-коже, мы готовы спасти команду. Мы сделали все, что могли. Пора ударить по коллекционерам. Ну, куда рано-то? Мы готовы. Джокер, возвращайся на мостик. Остальные по местам. Слушаюсь, капитан. Когда будете готовы, просто укажите место на карте. Ух. Сузи, с тобой можно поговорить? Серьезно. Или... Ага, да. Нельзя. Нельзя с тобой поговорить. Серьезно. Это было прям... Да. Прям... Прям да. Прям да. Пусто здесь. Но прежде чем отправляться на Омегу... Мы покормим рыбок. Потому что война войной, а рыбки по расписанию. Вот. И да, кстати, я забыла вам похвастаться. Я собрала полную коллекцию корабликов. Последний. Вот этот вот, на который голова Шепард указывает. Гетская креветочка. Я его на Омеге нашла. В магазинчике. Вот. Ну и на фоне замечательных корабликов. И имея в запасе покормленных рыбок. Я с вами прощаюсь до следующей серии. Это было интересно. Вот. И подозреваю, что дальше станет еще интереснее. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в новых сериях.